всем привет рад снова видеть вас на канале moto sancho и сегодня мы продолжим сборку ураловского мотора а именно поставим сегодня цилиндры с поршнями на свои места начнем мы с подготовительных работ дело в том что при снятии цилиндров у нас практически все шпильки которыми цилиндр держится выкрутились вслед за гайками да и к тому же половина из них имеют вот такую вот изношенную затертую резьбу поэтому весь этот крепеж я предлагаю поменять на новый вот такие вот омедненные шпильки я нашел и омедненные же гайки резьба м10 шаг 1 применяются они для затяжки выхлопных коллекторов автомобилей и найти их можно на любом авторынке сначала выкрутим оставшуюся шпильку если у вас нет навороченного шпильковерта воспользуемся дедовским способом накрутим на нее две гайки потом двумя ключами контрим гайки между собой и теперь выкручиваем шпильку перед установкой обезжирим наши резьбовые отверстия с помощью растворителя и старого носка и и теперь также законтрим новую шпильку двумя гайками нанесем на нее резьбовой фиксатор и устанавливаем на место а после замены шпилек займемся изготовлением паранитовой прокладки под цилиндр дело в том что использовать герметик здесь нельзя потому что высока вероятность забить вот эти вот отверстия дренажку и отверстие по которому подается смазка к левому цилиндру стояла у нас вот такая вот прокладочка толщиной 2 миллиметра но на мой взгляд достаточно она толстая и вместо нее я взял паранит толщиной 05 этого вполне хватит нам для обеспечения герметичности и ужмется она хорошо и в то же время не увеличит объем камеры сгорания то есть не будет снижать степень сжатия и кстати вопрос ребята кто знает для чего на новых прокладках вот эти вот пазы эту прокладку я когда делал я ее копировал заводской и ну как на то и было вырезал вот такие вот две непонятные выборки напротив которых в блоке ничего нет да собственно говоря и в цилиндре здесь тоже ничего нет просто глухая стенка и здесь и здесь зачем же вот эти вот непонятные штуки новую прокладочку можно изготовить используя как трафарет старую или сделать все заново для этого циркулем я сначала размечу центральное отверстие а теперь вооружимся лезвием и аккуратненько все вырежем получили мы в итоге ровное красивое отверстие теперь возьмем цилиндр смажем вот эту вот плоскость моторным маслом или солидолом аккуратненько положим на него прокладочку лучше взять светлой стороной к маслу чтобы получился более четкий оттиск а теперь вот по этому оттиску сделаем прокладку отверстия вырубим вот таким вот самодельным пробойником а внешний контур нашей новой прокладки можем вырубить прямо по цилиндру до этого прокладочку укладываем наверх совмещаем четко отверстия чтобы не было никаких смещений берем маленький молоток и просто простукиваем контур теоретически должно получиться достаточно ровно и красиво вот так и не забываем про дренажные отверстия и выборку для подачи масла левого цилиндра в правом цилиндре у нас масло подается разбрызгиванием за счет коленвала поэтому здесь больше никаких выборок не надо теперь можем прокладки устанавливать на место а чтобы они у нас не пригорали и стояли плотно смажем их с двух сторон солидолом надеваем аккуратно чтобы не порвать все-таки пол миллиметра не такая уж большая толщина поставили прижали убедились что отверстия у нас не перекрыты отлично теперь возьмем строительный фен разогреем наш цилиндр в местах установки кожухов штанг и быстренько пока он не успел остыть ставим наши кожуха на место теперь цилиндр у нас готов к установке но тут вот и ведь есть какая загвоздка если мы сейчас оденем поршень на шатун и потом будем на весу пытаться цилиндр насунуть на вот эти вот все кольца кольца здесь достаточно упругие это будет как минимум неудобно поэтому я решил сначала установить поршни в цилиндры до пальцев а потом уже все это в сборе одеть на шатун зафиксировать пальцем и до собрать до конца перед сборкой цилиндр изнутри стоит хорошо промазать моторным маслом чтобы сухого трения у нас не было чтобы не изнашивались наши кольца поэтому тщательно не жалея чистым моторным маслом стеночки цилиндра мажем вот приблизительно вот так теперь поршень ориентировать поршень я буду вот этими вот цифрами вниз бы они при нормальном положении мотора читались вот эти цифры так как стрелок никаких указывающих здесь нет ну будем хотят чего-то отталкиваться что еще хочу сказать почитал я ваши комментарии перечитал инструкцию к этим колечком которую в начале честно признаться даже не открывал и решил сдвинуть замки колец не на 180 градусов а на 120 то есть я предлагаю замки маслосъемных колец допустим сделать вот здесь и вот здесь замки компрессионных колец вот здесь и вот здесь чтобы между ними было 120 градусов теперь берем поршень не путая ориентацию аккуратно вставляем в цилиндр и пытаемся заводить наши кольца осторожно постепенно просаживая пальцами кольца в канавке там где не получается пальцами можно помочь себе отверточкой при этом стараемся не поворачивать поршень вокруг своей оси чтобы замки колец никуда не сдвинулись ну вот таким образом мы осадили поршень ровно до пальца я думаю палец нам удобнее будет вставлять с этой стороны с передней стороны мотора поэтому одно отверстие можем уже закрывать стопорным кольцом чтобы палец при установке у нас не вылез дальше чем надо берем стопорное кольцо плоскогубцами и аккуратненько устанавливаем его на место контролируем чтобы она стала плотно в паз и не создавала нам риска вылезти и поцарапать цилиндр ну а теперь давайте поставим наш поршень на шатун сначала смажем маслом ктулку шатуна внутренние поверхности бобышек поршня чтобы палец у нас зашел легко теперь подложим что-нибудь под цилиндр чтобы вся наша конструкция не повисла на пальце совмещаем отверстия не забываем что палец тоже стоит смазать маслом пальцы в этих поршнях в алмоте устанавливаются почему-то по скользящей посадке уж не знаю плохо это или хорошо покажет практика но есть как она есть все задвинули палец до конца до упора в стопорное кольцо и теперь прикроем его стопорным кольцом с этой стороны можем проверить палец между ними стоит плотно даже не шевелится при этом поршень вполне подвижен а теперь не убирая нашей подпорки постараемся поршень задвинуть цилиндр насколько получится ну вот практически полностью установили мы цилиндр но есть у нас еще вот такие вот две резиночки которые устанавливаются между картером и кожухами штанг из-под этих резинок постоянно плывет на уралах масло постоянно нижняя часть цилиндра вся в масле и в пыли поэтому давайте не пожалеем герметика и посадим их плотно чтобы оттуда ничего не подтекало сначала тщательно обезжирим все поверхности чтобы герметик хорошо взялся сами резинки тоже стоит обезжирить а теперь берем герметик и наносим его на все сопрягаемые детали обмазали все герметиком установили резинки на кожуха вот на эти трубки чтобы легче нам было попасть в пазы и теперь постепенно давайте осадим туда наш цилиндр на шпильке чуть-чуть подправим их туда а когда у нас показались шпильки уже можем наживлять на них наши новые гаечки дело в том что гайки у нас достаточно широкие если мы полностью выберем этот зазор то гайку на шпильку нам не даст одеть вот это вот ребро а теперь когда все гайки наживлены можно постепенно ключом затягивать и ставить наш цилиндр на место один цилиндр мы на место поставили резиночки наши стали на место выдавился здесь по периметру герметик все стало хорошо плотненько скажу что гайки эти зажимать надо крепко но без лишнего фанатизма потому что нет ничего хуже чем когда вот на этой стадии сборки у тебя в руках остается гаечный ключ с гайкой в которой торчит половина шпильки соответственно вторая половина остается в блоке а это значит надо все разбирать значит надо как-то ее выкручивать высверливать в общем не дай бог вам такого ну и вот вывел я поршень верхнюю мертвую точку и скажу вам что здесь перепад по глубине получился где-то около пол миллиметра не больше практически вровень стоит поршень а теперь все то же самое стоит проделать и со вторым цилиндром вот и второй цилиндр стал на свое место давайте на всякий случай вспомним ничего ли мы не забыли прокладки мы поставили под цилиндры кольца правильно на поршнях сориентировали стопорные кольца поставили надежно и резиночки на герметик посадили вроде как получилось все отлично на очереди у нас ремонт и установка головок цилиндров а на носу у нас новогодние праздники поэтому всех с наступающим если вам это видео понравилось не забывайте ставить лайк жду ваших комментариев всем спасибо всем счастливо пока